Матч очень непростой получился. В целом соперник очень достойный. Очень обидно, что все-таки мы уступили сопернику, но игра была равной. После, как они забили первый гол, пошли встречные курсы, быстрые атаки и со стороны команды соперника, и с нашей стороны. Поэтому игра была очень интересная. Я хочу поблагодарить всех девчонок за самоотдачу, за желание и жажду победы. К сожалению, у нас немножко не получилось, но все молодцы, боролись, бились, катились. Поэтому эта игра однозначно пойдет на пользу и рост мастерства каждого игрока. Когда забивали на второй гол, там было столкновение. Я так понимаю, из-за этого ты говоришь, тяжеловато. Расскажи, что там случилось? Там пошла потеря после аута. Начал один-другой игрок выскакивать. И в итоге пошла проникающая передача между линиями. Игрок выходил один на один. Я побежала, думала, успею нырнуть, собрать в ногах у нее мяч. Но она немножко опередила меня и успела ударить. Ударила и мяч, собственно говоря, и меня тоже. Но больше обидно то, что все-таки гол засчитали. Я надеялась, вдруг там вне игры будет, либо я успею его сыграть. Но, к сожалению, все-таки гол засчитали. Было у тебя сегодня много работы. И вот два таких впечатляющих сейва. Какой получился сложнее? В первом тайме из девятки или во втором тайме в самом конце игры? Я не скажу, что это были сейвы. Я выполняла свою работу. С игры, кажется, по-другому. Поэтому вся концентрация в игре. И просто старалась помочь команде, чтобы при возможности команда одержала победу все равно. В конце не было желания уже пойти? Уже защитники пошли в штрафную. Ты так выбежала далеко, но не стала уже подключаться? Я отправила всех, чтобы шли. Осталась сама в подборе. Чтобы в случае быстрой атаки прервать эту передачу. А так отправила всех, чтобы шли на завершение. Если убрать в сторону результаты, эти спарринги полезны для сборной России оказались? Безусловно. Очень хороший соперник. И спасибо им, что они дали возможность нам сыграть и получить такой хороший международный опыт.